Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и у нас снова набежали некоторые вопросы по спортивной тематике. Они глупые и бывают не очень глупые, но я как бы отбираю самые такие, в общем, веселенькие. Так, начнем с... Первый вопрос у нас пишет Диор. Диор? Диор? Так, что он нам там пишет? Ой, черт. Так, как бы перевернули, так что поудобнее было. Вот, здравствуйте, мне 16 лет, я вешу 55 кг, хочу начать ходить в зал. И меня заинтересовали мультивитамины, так как я не нашел достаточной информации в интернете. Был бы рад, если бы вы ответили на мои вопросы. У меня низковатый рост по сравнению со сверстниками. У меня 165 сантиметров, у одноклассников 170-185. Поэтому мне интересно, могут ли витамины типа Optimen помочь мне вырасти? Второй вопрос, нет ли опасных побочных эффектов? Не вызывает ли это импотенцию? Где мой лицехват? Импотенцию. И последний вопрос, можно ли вообще в моем возрасте пить эти витамины и в каких дозировках? Если я хотел бы купить Optimen или Platinum мультивитамины от MuscleTech. Во-первых, эти витамины не помогут тебе вырасти. Во-вторых, импотенцию они в принципе вызвать никак не могут. И в-третьих, никакой ущерб ты организму не нанесешь. Но как бы для 16 лет 55 кг, ну если ты активно занимаешься спортом, то в принципе это как бы для взрослого человека витамины, но тебе они подойдут. Ну ты же не весишь там 20 кг, блин, и тебе там, я не знаю, 7 лет. Поэтому в принципе можно брать. А вообще я посоветовал бы тебе взять оптичные витамины Супрагин. Вот. А если хочешь вырасти, то надо принимать, по-моему, там аргинин и глютамин, кажется. Влиять на выработку соматотропина, кажется, да. Ну или сам соматотропин принимать. В общем, вот это вот тебе поможет вырасти. Пока еще зоны роста не закрылись, гипофизарные или какие там, не помню уже. Так, поехали дальше. Александра нам пишет. Здравствуйте, подскажите, есть ли упражнения, помогающие избежать появления геморроя? Таких упражнений, насколько я помню, нет. Вот. И как бы к геморрою должна быть какая-то предрасположенность. Вот. Поэтому тут как бы упражнения вам точно не помогут. Если он у вас уже вылезет, то как бы тут уже все либо удалять, либо житься. Так. Марк пишет. Здравствуйте. Раньше такого никогда не было. После упражнения приседания с весом между ног была плохая эрекция. Один день мышцы при этом вроде бы не болели. Паховая область тоже. На следующий день все было нормально. С чем это может быть связано? Ну, Марк, один, как это говорили в фильме, там, Тони Карк, один раз из пяти такое с мужиками иногда случается. Поэтому, может, по этому поводу вообще не переживать. Так. Опять нам пишет Диор. Здравствуйте. Можно ли людям, не достиженным в 18 лет, употреблять аминокислоты? Конечно, можно. Ничего там такого нет. Даже детям аминокислоты дают. Есть такой препарат, как же он называется. Ой, ой-ой-ой. Короче, блин, забыл. Ну, я потом через три дня, как всегда, вспомню, когда это мне уже не надо будет. В общем, есть препарат, состоящий тоже из трех незаменивых аминокислот. Их даже маленьким детям дают. Они в ампулах еще продаются такие в аптеке. Вот. То есть, новорожденным можно давать. И, как бы, нормальная вещь. Концентрация там, конечно, низкая. Но, тем не менее, детям дают. Так. Пишет нам Антон. Здравствуйте, Морос. 196 вес 104 килограмма. Сейчас худею. Цель 95 килограмм. В дальнейшем хочу набрать мышечную массу. Но в силу обстоятельств имею возможность заниматься только 4-5 раз. А, в две недели. Стоит ли вообще начать принимать протеин? Ну, конечно, стоит. Если у тебя белка в рационе не хватает, то протеин – это выход из ситуации. Поэтому принимай протеин. Но сверхъестественного чего-то там отжидать от него не стоит. Потому что это просто пищевая добавка. Белок. То же самое мясо, там творог, еще что-нибудь. То есть, как бы, ничего особенного там нет. Просто для тех, у кого мало белка в рационе. Так, пишет нам Макс. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Можно ли принимать протеин вместе с гейнером? Конечно, можно. А вообще, еще проще будет купить высокобелковый гейнер и принимать уже все, как бы, вместе. Не надо ничего мешать. Одного вкуса. И, в общем, не парится. Так, следующий нам пишет Алексей. Здравствуйте. Подскажите, вреден ли для организма гейнер или что вреднее? Протеин или гейнер? Здесь опять можно прибегнуть к лицехватам. Вот. С чего вы вообще берете, что эти добавки вредные для организма? Гейнер – это всего лишь углеводы. Как макароны, как рис, как любая другая каша, как хлеб. Белок, тот же протеин, это просто, блин, ну, как я уже сказал, белок. Повторяюсь, как бы, ну, ничего страшного, я думаю, в этом нет. Это как мясо, сывороточный белок, яичный белок. Блин, ну, вообще, ну, люди. Мозги включайте. Так, следующий нам пишет Алексей. «Можно ли тренировать икры и комбаловидную мышцу в одну день?» То есть, в один день. «Алексей, а как ты собрался тренировать мышцы голени раздельно?» Я что-то не пойму. Ты какой-то этот самый рептилоид, может, у тебя там как-то что-то отдельно расходится. Я что-то не въеду. Потому что это, в принципе, невозможно. И как бы ты в каком положении ногу там не это самое, так, так, так. И как бы назад же не вывернешь, там не сможешь, да, чтобы прокачать чего-нибудь другое. То есть, ну, отдельно их качать, в принципе, невозможно. Поэтому просто делай подъемы на носках, и будут у тебя большие голени. Глупый вопрос. Так. Асл. Асл нам пишет. «Добрый день. Правда ли, что после того, как я перестану пить протеин, вес резко увеличится? А с чего он должен увеличиться, мне интересно, Асл? По каким таким причинам? Не, ну, если ты, конечно, жрать начнешь, как не в себя, там, торты и всю прочую ерунду-то у тебя. И протеин тебе не нужен, он и так у тебя вырастет, а протеин вообще на метаболический процесс, он как бы особо там и не влияет. Он как бы белки участвуют в этих делах, там, аминокислоты, все такое, там, химические реакции, но, блин. Причем здесь протеин, я что-то не понял. Так. Что у нас? Следующий нам пишет Артем. А, множество раз замечал за другими, что у парней во время занятий спортом возникала эрекция. Артем, что-то в странный зал вы какой-то ходите. Вы, случайно, там ничего не перепутали? Зал с каким-нибудь клубом. Ночным. ЛГБТ там или что-нибудь еще. Свингеры, может быть. Не знаю. У девушек в том числе. А шо? А шо это у вас там за девушки такие ходят? То есть, они у вас со стояком ходят? Это так, да, торчит? У девушек тоже там гипертрофированный клитор, как у этих, гиен. Интересный у вас там клуб. Ерки-палки. Мне же, блядь, страшно. Так. За собой не замечал? Такого ни разу. Может, у вас с потенцией плохо. Со здоровьем все отлично. Может, недостаточно тесостерона производится или с чем-то другом проблемы. В интернете не нашел ответа. Знаешь, у меня тоже нет ответа на твой вопрос. Где-то там по каким местам ошиваешься, что там даже у девушек стояк. Ладно, как-то пропустим этот момент. Так, следующий нам пишет Константин. Здравствуйте, хочу проконсультироваться. Собираюсь принимать комплекс для набора массы. Генер, БЦА, креатин, лигандрол. Следует ли после курса проводить ПКТ? Нет, после этого ПКТ проводить не надо. Тем более после легандрола, потому что, ну, как бы, ну, это ни о чем вообще. Это просто, можно сказать, добавки пищевой. Поэтому никаких послекурсовых терапий делать не надо. Еще бы после креатина. Ну, блин. Ой. Ой. Следующий нам пишет Михаэль. Здравствуйте, можете посоветовать локальные... Чего? Можете советовать локальные инъекции? У меня грудные отстают. А, ты имеешь в виду, типа, инъекцию делать для того, чтобы какая-то часть, там, ну, группа выросла? Такого быть не может. Разве что только там синтол ставит. Но синтол, это же, блин, это просто, ну, масло. То есть, от него мышцы как бы не растут. Они... Он просто объем дает. Жидкостью заполняем. И там чуть-чуть оно там заживляет, насколько я знаю. И, в общем, новые ткани образуются. Но это совсем не то, что вам хотелось бы. Поэтому даже если ставить инъекции тестостерона, там, или любого другого анаболического стероида в мышцы, они от этого расти не будут. Потому что до лекарственных препаратов, именно гормоны, они должны пройти определенный цикл. То есть, да, прежде чем начнут работать. И так они не работают. Поэтому мышцы от этого расти тоже не будут. Локально, ну, никак. Так, следующий нам пишет Олег. Здравствуйте. Есть лицепионат в Виале. Сильно кристаллизировался. Там просто каша, но при нагреве растворяется. Все ок. Ну, приходится немного подержать в кипящей воде. Вопрос, не разрушает ли чистый, не разрешает ли нагрев действующее вещество. Олег, никакие препараты вообще гипятить нельзя. Вообще. Любой, любой лекарственный препарат, те же гормоны, нужно хранить при температуре от плюс пяти до плюс двадцати пяти градусов. Если у тебя там что-то кристаллизовалось и как-то консистенция хреновая, то выкидывай нафиг эти препараты, потому что, ну, их принимать нельзя. Да, препарат должен быть чистый. Да, он может быть иметь какой-то там желтоватый оттенок в меру там особенностей своего там какого-то там вещества. Да, сырья, из которого он производится. Ну, допустим, характерным цветом обладает тот же тренд-баллон. Вот. Но он густым быть не может и кристаллов там тоже быть не должно. Если там уже появились кристаллы и какая-то густота есть, то есть муть, то значит этому препарату кранты. Поэтому в мусорку его. Так, ну все. На сегодня вопросы закончились. Вот такие вот у нас потешные письма были. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok